Восколько может обойтись выходной день по всей стране после праздника песни и танца, еще предстоит выяснить. И уже потом решить, по карману ли такая роскошь государству. Но конфедерация работодателей уже примерно подсчитала, сколько может обойтись в стране еще один красный день в календаре. И по их мнению, это нанесет ущерб экономике страны. Один день, выходной день работодателем Латвии стоит 20 миллионов евро за один день. Значит, там включаются оплаты за сверхрочных и так далее. И мы считаем, что этот вопрос должен решаться в каждом предприятии на уровне социального диалога между сторонами. Потому что сейчас есть конкретные предприятия, где работникам, которые участвуют в этом празднике, дается выходной день оплаченный. Еще одно решение, которое предлагает конфедерация работодателей, перенести гала-концерт праздника песни и танца на субботу. Но представители Министерства культуры настаивают на своем и на компромиссы идти не собираются. По мнению Ингуны Риббена, та радость и гордость, которую люди испытывают во время праздника, песни и танца, не может исчисляться деньгами. Мы очень много времени потратили на то, чтобы организовать этот праздник и прийти к общему мнению о проведении. Когда начать, когда закончить. Мы не хотим убежать ни одного участника. И знаете, сами танцоры не хотят танцевать в пятницу вечером. Многие из них живут в разных городах. Мы говорим о всей стране. Они просто не смогут приехать в Ригу. Прийти к общему мнению сегодня не удалось. И проект был отправлен на доработку. Премьер-министр заверила, что в скором времени выход, который устроят и работодатели, и организаторов праздника песни и танца, будет найден. Диана Хадылина, Олаф Першевиц, Латвийское телевидение.